Всем добрый день, рада вас приветствовать. И у нас продолжение нашего вебинара, вебинар «Магия продаж». Мы будем продолжать тренировки и изучать то, как же пройти самый сложный этап продаж. Веду я, Ольга Варина, руководитель направления обучения компании «Мэйтан». Да, у нас, я надеюсь, люди еще будут подключаться. Если кто-то по каким-то причинам не присутствовал на вебинаре, есть, как обычно, хорошая новость. Будет запись, будет все выкладывать, будут слайды, будет, скорее всего, конспект. Поэтому вся информация, она сохранится. Какой есть положительный момент тоже в нашем вебинаре, это то, что сегодня у нас будут реальные скрипты. Я прям подготовила вам, как отвечать на возражения, и мы будем рассматривать это на примере двух наших продуктов. Потому что база, шаги, они примерно одинаковые. И если вы научитесь пользоваться этим алгоритмом, если вы его усвоите, вы сможете пользоваться и применять его к абсолютно другим, к всем сферам, и к другим продуктам, и к бизнесу в том числе. Итак, про результат. Что же у нас сегодня будет результатом? Вы разберетесь с тем, какой этап продаж самый сложный. Ну, это такой секрет по Лишинели, как раньше говорили, да, то есть секрет известный всем. Самый сложный этап, правда, это работа с возражениями, тем более это было в анонсе. Но, тем не менее, вы поймете, скорее всего, еще, почему он самый сложный. И узнайте, как работать с возражениями. Кто-то знает, кто-то вспомнит, кто-то вдохновится и начнет обучать свою структуру. Это тоже будет прям вот так. Это будет здорово. Итак, регламент у нас какой? Как обычно, на 60 минут. Если что-то будет непонятно, пишите, пожалуйста, по электронной почте смело. Если думаете написать или не написать, то лучше возьмите и напишите. А я обязательно вам отвечу. Дальше активно ставьте плюсики и отвечайте на вопросы, если будут задания. Задание как минимум будет одно. В любом случае, мне нужна будет ваша обратная связь, чтобы я понимала вообще, вы со мной или вы где там. Итак, давайте начинать. На каком же этапе возникают самые большие трудности? Вообще, по статистике, вот я даже есть такая статистика, когда изучают вообще технологии продаж, когда общаются все с продажниками, руководители отделов продаж, коммерческие директора и так далее, бизнес-тренеры. И чаще всего говорят, что сложнее всего работать с возражениями. И зная, что предстоит такая работа с возражениями, люди иногда даже не начинают общение с покупателем. Они говорят, ой, а там будут возражения, а я как-то не готов или я не готова, и поэтому уж лучше я вообще не буду вести диалог с клиентами. Ну вот, друзья мои, это стратегия провальная и ни к чему хорошему она не приводит. Почему эта стратегия провальная? Ну, так, поясни. Ну, потому что избегательная мотивация, она еще никому не давала хороших результатов, не приносила успеха. Потому что если мы ждем, что, ну, чего-то не произойдет и хотим каких-то неприятностей избежать, вместо того, чтобы работаем на упреждение каких-то событий, мы не проявляем активности, то, ну, в конце концов возникнет какая-то ситуация, которая, ну, будет для нас весьма там неприятна. Это, например, так же, как с лечением, да, если болезнь запущена, например, есть проблема там со спиной или еще с чем-нибудь, ее долго-долго не лечить, не обращать внимания, проблемы, кстати, бывают у молодых людей, неважно, это от возраста не зависит, то потом, в конце концов, мы приходим к тому, что приходится платить очень много за лечение. Так и здесь тоже. Избегать – это не значит получать пользу, это не значит двигаться к успеху. Нам нужен успех, правильно? Да, мы такие люди, заряженные на успех. Итак, в чем же польза возражения? От этого действительно есть польза. Если покупатель возражает, это значит что? Это значит покупателю нужна дополнительная информация. Вы его просто пока в чем-то не убедили. Вообще, как определить, нужна ему информация или нет? Я бы так немножко пошутила, что если он не сбежал, если он еще здесь не хлопнул дверью, и он готов общаться и вас слушать, значит, ему нужна дополнительная информация. Именно ровно до этого момента можно продолжать общаться. А еще, тогда, когда покупатель, клиент возражает, у вас есть прекрасная возможность завершить продажу, закрыть сделку. Я как-то однажды тоже на тренинге узнала от другого тренера такую фразу, услышала, точнее, она мне очень понравилась, что сделка происходит всегда. Либо клиент вам продает отказ, либо вы закрываете сделку. Вот прям вдумайтесь в нее и решите для себя, а что для вас лучше, а что для вас важно. Вы будете покупать отказы клиентов, или вы будете закрывать сделку, продавать продукцию, продавать бизнес и так далее. То есть неважно, возражения бывают в абсолютно любых сферах. Откуда берутся возражения? Ну, первое, это когда человек поддается страхам. То есть заранее сдался, все, я не могу, у меня не получится, я боюсь, я не умею, и человек находит всякие какие-то себе оправдания. На самом деле у него просто есть страх. Да, есть страх перед неизвестностью, но либо мы сумеем его преодолеть и продвинуться дальше, либо мы ему поддадимся. Причем, знаете, страх такой очень интересный, страх фактически не существующий. Почему? Потому что это, ну, придуманный страх в нашей голове. Ведь физически мы не испытываем какую-то угрозу, да, это мы сами себе какую-то историю придумали, ее испугались, и потом из-за этого там просто застопорились и никуда не двинулись. Поэтому, понимая, что страх в голове, разбираемся с этим и говорим, слушай, мне пока некогда, давай, страх посетить сторонки, там, где-то ты мне мешаешь, я сейчас вот занимаюсь продажами, мне нужно двигаться, закрывать статусы, ну, увеличивать товарооборот, да, и вообще, честно, не отдать себя. Дальше. Откуда еще берутся возражения? Это тогда, когда мы нарушаем порядок действий. То есть помните, у нас на вебинаре, на первом, когда у нас была такая тренировка-растяжка, нарушили порядок действий, и мы забыли про дорожную карту. Из каких этапов состоит эта дорожная карта и технология продаж, я еще раз проговорю, потому что информация, она забывается, ее нужно подновлять периодически, и сегодня мы это сделаем. И поэтому, если мы перепутали этапы, тогда возникают сложности. Еще один момент, провоцирующий возражения, это недостаточно хорошее знание продукта. Вот за вас продукт никто не выучит. Ну, так уж это все устроено в этом мире. Вы должны знать особенности, пользу, выгоду, и когда вы это хорошо знаете, вы больше уверены и можете покупателю доносить эту информацию. Может быть, еще одна из причин, это нехватка знаний, как работают алгоритмы. Ну, допустим, хорошо знаете продукт, вроде бы идете по дорожной карте, со страхом как-то разобрались, но в то же время, а как же все-таки работать с возражениями? Какие этапы существуют? Как аргументы выстраиваются? Вот что такое нужно предпринять для того, чтобы с ними разобраться? И поэтому, когда нет понимания, как делать и с помощью чего, конечно, бывает сложнее работать с возражениями. И я хочу вам дать два правила главных по работе с возражениями, чтобы вы вот так, как девушка на этой картинке, летали, парили, и у вас все получалось легко, весело и с огоньком. Итак, к возражениям нужно относиться спокойно. Это вообще часть нашей жизни. Они были, будут. Даже там у идеальных продавцов, которые делают очень большие объемы продаж, у них есть возражения, но это не значит, что они плохие продавцы. Просто люди так устроены. Людям еще иногда нравится поспорить, людям иногда нравится себя как-то проявить. И даже если они владеют какой-то информацией, может быть, они хотят получить еще какие-то знания, какие-то данные для того, чтобы быть уверенными полностью в принятии своих решений. Поэтому относимся спокойно. Помните заветы Карлсона в мультике советском? Спокойствие, только спокойствие. К возражениям относитесь спокойно. Есть возражения, вы даже можете порадоваться, говорить, о, сделка пошла, все, дело идет в гору. Человек вовлечен, он заинтересован, он разбирается в продукте, он погружается туда, и можно двигаться дальше. Поэтому второе правило работы с возражениями, оно вытекает из первого. Возражениям нужно предупреждать. То есть, когда мы знаем, что это часть нашей жизни, мы можем приготовиться и более комфортно себя ощущать в работе с клиентами. Но не надо с ним создавать проблемы, а потом их героически преодолевать. И бывает, что простые какие-то вопросы люди начинают цеплять на себя, воспринимают это как негатив со стороны покупателей, и они говорят, сделка не получится, и воспринимают вопросы как возражения. Нет, давайте разделять в своей голове. Есть вопрос, уточняющий какой-то, а есть возражения. Это немножко разное. И какие действия нам нужны для работы с возражениями? Первое. Это настроиться. Вот настройтесь как спортсмены и будьте готовы идти до конца. Потому что можно проиграть раунд, но выиграть игру, выиграть соревнования, выиграть весь цикл соревнований. Вот, допустим, я хочу, знаете, привести такой пример. Есть такая спортсменка Эсимбаева. Помните, она лучше всех одно время прыгала в шестом в высоту. И я думала, вот интересно, а почему она не ушла на пике формы? Вот когда она побивала все рекорды, когда она соревновалась сама с собой. Вы помните ее, я надеюсь? Она лежала перед своим прыжком на стадионе, закрывшись полотенцем, и как-то так настраивалась. А потом я подумала, вот это характер, это проявление характера. Она шла до последнего. Она шла до последнего, потому что для нее важно было пройти вот эти препятствия. Важно было, ну, посмотреть все-таки, а на что она способна. Вот узнать свои границы, узнать свой предел. Поэтому идите до конца, да, узнавайте свой предел. Потому что тогда вы становитесь лидерами, тогда вы укрепляете свой характер, тогда вы наращиваете потенциал для того, чтобы выращивать свою структуру и растить других лидеров. Второй момент, который необходим для работы с возражениями, это следовать дорожной карте. Друзья мои, вот четко выдерживайте последовательные шагов в ходе продаж. Первое. Всегда устанавливайте контакт. Что туда входит? Я просто вам тоже напомню, потому что, ну, это с одной стороны азы, но с другой стороны кто-то мог забыть, кто-то не знать. Мы приходим из, опять же, разных сфер, как я говорила, и неплохо бы возобновлять информацию. Итак, установление контакта. Мы приветствуем человека, мы располагаем его в себе, интересуемся, как у вас дела, как доехали и так далее. Если впервые человек пришел к вам, допустим, в офис, или вы спрашиваете, как у вас продажи идут, ну, какие-то вопросы, какие-то вопросы на отвлеченные темы, какие-то очень, ну, такие миролюбивые темы, там, этические, там, буквально несколько вопросов. Можете предложить чай и так далее. То есть вы налаживаете контакт, потом вы выявляете потребности, выясняете, а что хотите сегодня, да, у вас там заказ. Вот в прошлый раз вы брали это, там, вам, как говорится, повторим, или что-то еще дополнительно. Вот какие задачи у вас, может быть, есть какие-то проблемы, которые человек хочет решить. Вот что хотелось бы. Дальше мы презентуем предложение, мы рассказываем, мы выдаем аргументы, мы говорим, почему этот тот или иной продукт, он хорош, почему вы рекомендуете его приобрести, или если вы продаете бизнес, то почему действительно стоит пойти в бизнес именно в Мэйтан, почему стоит с вами работать как с лидером структуры, и какие преимущества у человека в этом есть. Если у человека есть возражения, вы отвечаете на них, вы работаете, вот на этом пункте мы с вами остановимся подробнее, и затем вы заключаете сделку. У вас есть некое завершение, как говорится, деньги в кассу переходят, например, да, или происходит некое подписание контракта, готовность человека с вами работать. Вот они, пять этапов. Почему я говорю, что именно в таком порядке? Потому что, друзья мои, я вот напомню, да, я говорила, что я работаю как летчик-отпытатель. Сначала тестирую на себе, потом отдаю другим. Я, правда, специально нарушала эти этапы продаж, когда осваивала эту технологию. Думаю, интересно, а что будет, вот если все-таки нарушить последовательность? И тогда возникали проблемы. Вот реально, если начинаешь сразу с презентации предложений и не установлен контакт, то приходится потом как-то работать с недовольством другой стороны, потому что не каждый человек к вам тут же расположен. И это, знаете, люди воспринимают как будто посягание на собственные границы. Им некомфортно, им некомфортно. Это, вы знаете, я еще хочу привести такой пример. Вот представьте, как это работает вот просто в жизни, например. Вы заходите в кафе. Все столики заняты. Но у вас обеденный перерыв, вам нужно срочно перекусить. И вы видите, задним столом есть место. Вы подходите и просто садитесь. Вот как вы думаете, как отреагирует другой человек? Вот напишите мне, пожалуйста, в чат, какие у вас мысли на этот счет. Как отреагирует человек, если вы просто взяли, со своим разносом подошли, поставили его на стол и стали поглощать вашу еду. Вот как отреагирует человек? Ваше предположение? Где ваши мысли? Вы со мной? Так, я все-таки еще, надеюсь, что кто-то ответит. Ага, негативно. Удивиться. Недоброжелательно. Посмотрит на себя. Вот, друзья мои, совершенно верно. Вот действительно, как минимум, удивиться. Это если он прям такой оптимист-оптимист. Чаще всего человек отреагирует негативно. Вроде бы это общепит. И столы, как говорится, не куплены и заранее не зарезервированы. Но действительно, человек может быть даже в шоке от происходящего, как некоторые пишут. Поэтому это вот не был установлен контакт. Но если вы подойдете со своим разносом к столу и скажете, добрый день, скажите, у вас свободно? Я могу расположиться? Все. То есть ворота открыты. Вам скажут, скорее всего, да. Человек сидит один, например. Либо он скажет, знаете, я жду друга и так далее. Ну, как-то ситуация разрешится. Иначе получается, что вы выступаете, ну, не поступаете не очень корректно, не очень эстетично. Так и здесь то же самое. Поэтому всегда-всегда-всегда устанавливайте контакт. Сначала налаживайте контакт, а потом уже двигайтесь уже к продажам. Просто вот хочу, чтобы вы прям про этот столик запомнили пример. Если кто-то не верит, вот просто зайдите в кафе и сделайте это. И посмотрите, как это работает или нет. И у вас тогда все сомнения уже пропадут. Дальше. Что еще нужно для работы с возражениями? Это изучить продукт как можно лучше, о чем я уже говорила там несколько минут назад. Как вы можете это сделать? Вам в помощь каталог, наставник, блок в личном кабинете, чек-листы, вебинары, чаты, отзывы. У вас масса инструментов, которые вам могут позволить изучить продукт. Знаете, даже если вы еще только новичок и вы находитесь на стадии освоения продукта, как можно сделать? Вы просто берете каталог в руки и вы можете вместе с клиентом, вместе с вашим первым покупателем его рассматривать, его изучать параллельно. По крайней мере, вы хотя бы должны ориентироваться в этом каталоге, даже если вы чего-то не знаете на язык. Или вы можете обратиться к сайту, посмотреть оттуда. Люди вас прощают, они более великодушны, чем нам может показаться, потому что они сами бывают в такой ситуации, когда они новички, когда они чувствуют неуверенно. И когда у них более сильная позиция, они более снисходительно относятся к вам. Поэтому есть у вас такая возможность использовать в качестве шпаргалки ваш каталог, наш каталог и наш сайт. Дальше. Еще очень важно выучить алгоритм работы с возражениями и действовать по нему. Что для этого нужно? Во-первых, все-таки не поленитесь, составьте список возражений. Сделайте это самостоятельно, сделайте это со своей командой. Это очень важно. Вот какие открытия вас ждут? Вот я вам как бизнес-ясновидящая, я вам отвечаю, я вам рассказываю. Вы поймете, что возражения конечны. Вот это очень хорошая новость, потому что когда они конечны, значит что? Значит можно подготовить аргументы. И вы можете быть в порядке со всех сторон. Вы можете легко отвечать и понимать вообще, что может вам ответить, что вам может возразить ваш покупатель. Они реально конечны. Их не так много. Они просто кажется, что они все время разные. Но в самом деле большинство возражений, они вообще про одно и то же. И дальше вы, когда будете работать по алгоритму, я специально взяла короткий алгоритм. Есть длинный, есть короткий. Вы знаете, длинный он сейчас не очень хорошо работает, поэтому я его даже не стала приводить. Потому что люди в спешке, у них нет времени. И поэтому у нас будет четыре шага. Вот прямо запоминайте с этого места. Первый шаг – это присоединение. И мы сейчас на примерах посмотрим, как это работает. Всегда присоединяемся. Мы говорим, да, понимаю, согласен. Конечно, можете просто угукнуть. Да-да-да, там поддакнуть как-то и так далее. Второе – вы задаете вопрос. Вопрос может быть каким-то уточняющим, либо вы раскачиваете позицию другого человека. Когда вы раскачиваете позицию, вам потом проще его застабилизировать и дать какую-то аргументацию. Поэтому третьим шагом вы даете аргументы, которые вы подготовились заранее. И четвертым шагом обязательно переходим к закрытию сделки. Потому что иногда про этот четвертый шаг забывают. А чего нельзя делать в работе с возражениями? Вот тоже вам напомню. Знаете, вот вроде бы уже столько лет эти технологии продаж встречаются, и с ними работают, и им обучают, но тем не менее ты все время натыкаешься на тех продавцов, которые как будто вообще никогда о них не слышали об этих технологиях продаж и понять о них не имеют. Первое – нельзя спорить с покупателем. Говорите, вы не правы, а с чего это вы взяли? Вообще вы мне не так поняли, я вам говорил или говорила совершенно о другом. Вот такие возгласы, я не знаю, кто-то слышал или нет, я их прям с завидной какой-то регулярностью их слушаю. Дальше нападать на покупателя, обижаться, ну тоже бессмысленно. Когда продавцы позволяют себе использовать такие фразы, там сначала типа хорошенько разберитесь, а потом вообще говорите. Там надувают губки такие, действительно обиженные, разворачиваются, куда-то уходят. Это вот в розничных магазинах тоже такое случается. И еще одна ошибка – это не обрабатывать возражения, не приводить аргументы. То есть проглотить, вам задали вопрос, вам возразили, вам сказали дорого, или ой, это ерунда какая-то, или еще какое-то возражение, и все, и вы никак не среагировали. То есть это показывает вашу слабость как продавца. Поэтому ваша задача отрабатывать все возражения, но не сразу бросаться в бой, а, как я сказала, действовать по алгоритму. И мы сейчас с вами посмотрим, как вы можете отрабатывать возражения на примере серии YouCell для молодой кожи. У нас в компании не так давно появилась эта серия, и хотелось бы сделать на ней акцент. Почему? Потому что действительно вы можете использовать, те, кто еще не влюбился в эту серию, для увеличения товара оборота. Да, допустим, вам 40, 50, 60 лет, но у вас есть подростки, у ваших знакомых есть подростки, которые страдают от проблем с кожей. А на самом деле это очень сильно бьет на уверенность человека в себе. Если в молодости какие-то проблемы возникли, дальше это отражается на всей жизни. Поэтому станьте тем человеком, который помогает расти другим уверенно. Итак, такое промо небольшое YouCell, и мы с вами будем дальше рассматривать. Допустим, есть такое возражение, классическое, любимое возражение клиентов. Косметика YouCell очень дорогая. Ну, допустим, если это по цене покупателя, это без скидки 10% и без скидки 33%. Что вы можете сказать? Первое. Вот отслеживайте прям, как работает алгоритм. Первое. Принятие. Вы говорите «согласен» или «согласна». Всегда важно понимать, за что платишь. Все, вы присоединились. Вы оказались с человеком на одной стороне. Дальше вы уточняете. Но здесь уточнение или вопрос вы задаете. Верно ли я уловила, что вы хотите быть уверены в качестве продукции? Или вы имеете в виду что-то другое? Вот обратите внимание, как построен вопрос. Либо человек вам скажет «да» или просто кивнен, или промолчит. Тогда вы воспринимаете это как знак согласия. И действительно, вопрос в качестве продукции. А если он говорит «ну, действительно, да, вот есть какие еще там у меня определенные причины», вы можете тогда попросить рассказать о них подробнее. И тогда у вас состоится уже другой диалог. Вы там выясните, а все-таки в чем на самом деле причина того, что человек не хочет покупать эту косметику и считает ее дорогой. Но чаще всего вам скажут «да» или промолчат. Соответственно, когда вы понимаете, что проблема в качестве, вы начинаете аргументацию с точки зрения того, что качество нашей продукции подтверждается. И что вы делаете? Вы приводите какие-то выдержки из каталога. Вы говорите о сертификатах, вы говорите о том, как она прошла, тестирование эта продукция и так далее, и так далее. Где производится, в каких условиях и во всем остальном. Какая упаковка, какая красивая, какая качественная, удобная и так далее. И затем уже четвертым шагом вы переходите к закрытию сделки. И говорите. Совершенно невинно, просто и легко. Вот когда проаргументировали, когда ответили на все возражения, вы говорите «гелю для умывания, you sell, с экстрактом лунного капса», то можно добавить вот крем, который отлично снимает воспаление. Согласны? Все. Это вот такие вопросы, которые подходят к завершению сделки, к закрытию сделки. Человек может согласиться, а может не согласиться. И ты скажешь, ну, знаете, я подумаю. Вы говорите, ну, может еще там добавить ему тогда несколько аргументов. Но переход к закрытию сделки должен происходить всегда. То есть вы всегда должны пробовать закрывать сделку. Если вы просто после аргументации будете выдерживать паузу, это приведет к тому, что человек 100% вам скажет, я подумаю и развернется и уйдет вообще в заказ. И может быть там не вернется или не вернется очень долго. И ваша задача его побудить к тому, чтобы он все-таки подумал о том, что стоит именно сейчас купить этот продукт. Еще один вариант ответа на возражения, связанный с тем, что косметика YouSelf очень дорогая. Мы с вами разобираем пока гель для умывания. Допустим, первое, опять же, как мы отвечаем? Мы говорим, делаем шаг принятия. Понимаю, на первый взгляд может так показаться. Второе. И здесь мы такой делаем укороченный алгоритм. Мы сразу вопрос и плюс аргументацию соединяем вместе в одном шаге. И начинаем раскачивать позицию клиента и говорим, а если бы вы узнали, что гель для умывания YouSelf, экстракт мунного кастуса, расходится очень экономно, и его хватит на несколько месяцев, чтобы вы тогда ответили. И вот здесь, если человек как-то отреагировал, ну, значит, вы отвечаете на его вопросы. Если нет, то сразу без паузы переход в закрытие сделки. Если спрашиваете, добавлю в заказ, могу еще предложить тоник, дневной крем и соцкрем, который отлично снимает воспаление. Согласны? Ну, просто и одно средство отлично работает, а при комплексном уходе результат будет еще лучше. То есть вы еще что делаете в этом случае? Вы начинаете человека ввести в сторону увеличения чека, для того, чтобы он сделал комплексную покупку. Ну, вот так это работает. Такой может быть способ закрытия сделки. И на что я бы хотела обратить внимание? Вообще, на что мы сделали упор при аргументации? Вообще, аргументация очень важна. И когда вы занимаетесь презентацией продукта, помните, это у нас третий этап продаж, и когда вы отвечаете на возражения. Нам важно качество. Нам важно качество. И поэтому, допустим, покупатель, он не хочет быть обманутым. Он не хочет переплатить. Он хочет получить нужный эффект от продукта. Поэтому ему нужно качество. А за стремлением к качеству стоит что именно? Это потребность в безопасности. Вообще, это ключевая потребность человека. Человек хочет ощущать себя в безопасности, хочет ощущать себя защищенным. Поэтому, если вы презентуете продукт с точки зрения качества и безопасности, вот это будет у вас выигрышная позиция всегда. Дальше. Еще какие могут быть возражения? Например, ваша покупательница или покупатель говорит, что моя дочка отвечает, что у нее все в порядке, никакие особые средства типа ее селфи ей не нужны. Бывает такое возражение. Например, что вы делаете? Вы принимаете. Говорит, да, такое часто бывает, просто потому что подросткам вообще трудно принять проблему. Так уж они устроены. И вы вскрываете вообще суть того, что действительно может скрываться за словами ребенка, за словами подростка. Потому что родители могут, ну, действительно, пребывать какие-то в неведении, либо испытывать какую-то там неуверенность, например, а вы ему прямо глаза на мир раскрываете и говорите, и задаете вопрос. А как вы сами считаете, у вашей дочери проблемки с кожей вообще есть? И человек задумывается. И, скорее всего, если это юная девушка, то какие-то проблемы у нее могут быть. Соответственно, вы дальше можете аргументировать. И клиент может просто кивнуть, обращать внимание еще на язык, жестов, и дальше аргументируете. Знаете, 9 из 10 подростков вообще ждут, что взрослые сами придут им на помощь. Причем без всяких проф. И вот это, ну, правда. Это прям вот реально правда. Они не могут попросить о помощи. Это вот от меня уже лирическое отступление. Но действительно они хотят, чтобы им помогли. И мы нужны им, имеется в виду родителей, да, чтобы быть ангелами-хранителями. Купите гель для умывания или сос-крем, который отлично снимается от поления. Или то и другое. И переходите к завершению сделки. Вы говорите, ну, как лучше сделать? Добавлю одно средство или два? То есть вы уже, опять же, идете в сторону увеличения продаж. Вы человека двигаете в сторону, чтобы он подумал и принял какое-то уже там более верное решение, более взвешенное решение. Что мы сделали, на чем мы сделали упор при аргументации еще? Вот когда мы разбирали косметику, уходовую серию Youself. на заботу. Любой адекватный родитель, он заботится о ребенке, уже хочет, чтобы он был здоров, счастлив, благополучен. И показываем, что родители можно заботиться не на словах, а на деле. Купили, принесли, поставили, и ребенок начинает пользоваться. Любить – это глагол, любить – это действие. Это не просто там, это некая абстракция, и забота – это тоже, это действие. А чтобы подготовить аргументы на возражение, нужно что? Нужно понимать, какая потребность или ценность стоит за каждым возражением. Слушайте, вот напишите мне, вот нормально, что я так подробно разбираю, или вот хотелось бы как-то покомпактнее. Жду ваши плюсики. Плюсики есть? Хорошо, спасибо, Ольга, за включенность. По крайней мере, есть уже обратная связь. Здорово, здорово, что вы отвечаете. Итак, друзья мои, чтобы подготовить аргументы еще раз, потребности, нужно понимать, какие потребности или ценности стоят за каждым возражением. И здесь тоже все не так сложно, потому что этих потребностей не так много. Вот они являются ключевыми. Вот те, что я сейчас вывела на экране. Первое. Повторю, потребность в безопасности. Вы знаете, вас должно быть в три часа ночи разбудить. В три часа ночи вас, если там даже разбудят, вы говорите, какая ведущая потребность человека? Вы говорите, потребность в безопасности. Поэтому вы делаете упор всегда на качество, что это надежно, это без обмана, что это реально даст эффект и что это проверено. Так, что там? Слайды будут? Слайды будут, да. Слайды будут всегда. Да. Я их специально создаю для вас, каждому вебинару, чтобы вы могли дальше пользоваться этим продуктом. Дальше. Потребность в комфорте и удобстве. Ну, правда же, мы же все обожаем комфорт и удобство. Мы хотим, чтобы удобно было пользоваться, удобно было покупать. Потом, чтобы удобно, вот тот же эффект, вот здесь даже несколько потребностей, как правило, работают, допустим, что вы, когда использовали какое-то средство, то действительно вам стало лучше, легче, комфортнее, например, да, вы комфортнее себя ощущаете. Крем нанесли на кожу, он впитался, вы почувствовали, что кожа как бы напиталась силой, влагой, что она как будто расправилась, что она буквально расцвела, и вы получили вот такой комфорт. Это тоже очень важно. Поэтому подчеркивайте, в чем удобство, в чем будет комфорт. Это может быть и в упаковке, и в результате, который получит сам клиент. Дальше. Потребность в уважении и признании. Вы знаете, в нашей стране, я не знаю, как в других, ничего не могу сказать про психологию других, про сограждан, могу сказать точно. Потребность в уважении и признании является одной из важнейших потребностей у людей. Вот она наряду с потребностью в безопасности. Не так может быть в комфорте. Почему? Люди хотят, чтобы их уважали, чтобы их ценили. И поэтому, наверное, не зря мужчины, когда там слишком сильно подопил, ты говоришь, ты меня уважаешь. И люди начинают выяснять отношения. Так вот, потребность в уважении и признании, она прям является ключевой. И тогда показывать человеку, что он благодаря продукции, благодаря тому, что он что-то покупает, какие-то средства использует, он будет принадлежать как бы к высокому классу, к хай-классу. Что это продукт уникальный, что действительно он будет чувствовать уважение со стороны окружающих. Последний момент, это связано больше даже, наверное, с самостоятельным ведением бизнеса. Ну, и там с выигрышем автомобиля, в том числе, у ножа идет розыгрыш. Да, помним об этом. Дальше. Потребность в удовольствии и наслаждении. Это тоже очень важно. Еще называть такое слово, где есть гедонизм, там удовольствие, потребность в удовольствии, гедонизм, они все стремятся к наслаждению едой, одеждой, красивыми видами и так далее. Вот в жизни это удовольствие. И потребность в удовольствии и наслаждении, она очень делика. Люди себе мало чего разрешают. И далеко не все. Поэтому прям ведите их туда. Вот говорите, да, что действительно это будет по-настоящему приятно, что какие положительные эмоции он будет испытывать, да, какую радость он будет испытывать этот человек, когда он будет пользоваться нашей продукцией. Следующая очередная потребность – это потребность в новизне и познании. Люди хотят чего-то новенького, поэтому и в нашей компании мы все время обновляем наш каталог. Вы же знаете, да, постоянно выходят новинки, дополнительные продукты, потому что, ну, замыливается глаз, уже неинтересно покупать, а что-нибудь еще хочется, этим попользоваться, да, нравится, но что-то, что-то новенькое хочется, да, что-то еще и узнать, потому что у человека есть природное любопытство, мы все любопытные, мы и так устроены, нам нужно что-то познавать новое, нам скучно, когда происходит что-то однообразное. И поэтому открывайте того, чего вы еще не знали. Кстати, удовлетворяя потребность в новизне и в познании, вы, кстати, тоже можете что-то делать, вы можете заниматься развитием своего бизнеса. И еще одна очень важная потребность – это потребность партнерства, тоже о ней нельзя забывать, о ней важно помнить. Это желание быть вместе с кем-то, быть частью группы, частью команды. Вот такие потребности, они являются очень важными для того, чтобы вы могли выстраивать аргументы с помощью этих потребностей. Вот прямо это фундамент, вот на этом фундаменте, вокруг этих потребностей выстраивайте свои аргументы и при презентации, при работе с возражениями. И у нас с вами еще будет такое небольшое задание. Давайте потренируемся чуть-чуть, но чтобы я понимала, что вы в теме, и вы поймали вот эту волну, как серферы у меня. На какую потребность работают фразы? Давайте представить только последовательно, чтобы не было какой-то чехарды. Этот продукт, допустим, первая фраза, не каждый может оценить. На какую потребность ориентирована эта фраза? Жду от вас реакции. Какая потребность? Это безопасность, это признание, это удобство, комфорт, это уважение, новизна. Как думаете, так пишите, просто интересно. Этот продукт не каждый может оценить. Уважение, признание, да, да, совершенно правы. Да, здорово, молодцы. Да, совершенно верно. Дальше, следующая фраза. Каждая клеточка тела будет потом вас благодарить. Какая здесь потребность? На какую здесь потребность мы даем аргумент? На комфорт. Да, с одной стороны, на комфорт. А еще? Комфорт. Качество. А еще, а еще, а еще. Каждая клеточка тела будет вас благодарить. Уважение. Вы знаете, скорее, все-таки здесь с качеством соглашусь, потому что здесь тоже можно будет сюда его привязать. Но больше, вот, я ждала, Татьяна, я ждала, Татьяна, вашего ответа, удовольствие, удовольствие. Вот это наслаждение, которое вы будете испытывать от использования продукта. Допустим, это могут быть и базы, это могут быть косметические серии, неважно. Действительно, это удовольствие. Здесь доминирует удовольствие. Давайте следующая фраза. Покупка очень выгодна. Вы экономите, ну и вы говорите, сколько-то рублей. Это какая потребность? Это сложный вопрос. Не каждый может к нему ответить. На какую потребность он играет, этот вопрос, эта фраза. Покупка очень выгодная, вы сэкономите. Давайте. Я в вас верю, вы сможете. Да, давайте ваши варианты. Экономия. Ну да, есть такая потребность в экономии. А что вот все-таки вот за этой экономией? Почему люди хотят экономить? Да, это деньги, совершенно верно. А что там еще за деньгами? А вот если вернуться с нашим потребностям, там, безопасность, комфорт, признание, быть в команде. Так, ну, не совсем, конечно, уловила связь. Спасибо за идею. Покупка очень выгодная. Вы экономите? Вы экономите. Выгода. Так. Давайте я немножко там потороплю, вот откликнуться или нет. Смотрите, это потребность в безопасности. Почему? Потому что человек что боится? Он боится переплатить. Он боится выглядеть как-то не очень здорово, да, и почувствовать, что его обманули. Вот когда человек боится почувствовать, что его обманули, он хочет быть в безопасности. Когда вы говорите, что вы экономите, что покупка – это выгодная, это значит, вы возвращаете ему чувство безопасности. Да, экономия своего времени, это тоже может быть. Да, дорогие мои, вот это вот про это. Когда покупка выгодная, это про безопасность тоже самое. Вы пришли, вы понимаете, что вы купили по самой выгодной цене, потому что там в соседнем магазине, например, вы купили дороже или кто-то купил дороже, а вы прям вообще отлично, вы сделали покупку супер экстра класса, еще и выгодную. Дальше, следующая фраза, следующий аргумент. Вы когда-нибудь слышали о лунном кактусе? Это удивительное растение, которое... На какую потребность рассчитана эта фраза? На какую потребность рассчитана эта фраза? Когда мы начинаем рассказывать о лунном кактусе? Знание, да, потребность в новизне, совершенно верно, Эльвира, спасибо. Она потребность по знанию, да-да-да, да, совершенно верно. Это потребность по знанию и в новизне. Человек хочет узнать что-то новое, потому что одно это действительно удивительное сочетание лунный кактус. Это уже привлекает внимание, вызывает удивление, и уже человек ваш. Следующая фраза. Очень удобно сделать покупки через мобильное приложение. Ну, здесь вот прям очень простая фраза. На какую потребность? А эксклюзивность, да, кстати, Галина, браво, про лунный кактус. Здесь тоже, да, потребность тоже работает. Удобство, совершенно верно, да. Удобно покупать через это все очевидно, капитан очевидность. Иногда не нужно долго думать, потому что вот все это на поверхности. Следующее. Быть партнером компании Мэйтан совершенно безопасно. Компания в любых условиях выполняет свои обязательства. Это какая у нас потребность? Это какая потребность? Пожалуйста, жду от вас. Итак, где ваши фразы, где ваша обратная связь? Безопасность, да, совершенно верно. Как я сказала, все очевидно. Вот почувствуйте это и доносите. Когда вы говорите о безопасности, будьте убедительны, верьте в это в момент говорения. И, ну, это очень важный момент, да. Уверенность и быть в команде, да. Это еще, кстати, потребность принадлежности тоже может быть в партнерстве. И еще одна фраза для тренировки. Покупая этот продукт, вы проявите себя как настоящий партнер. Это что за потребность? Это команда, да. Это потребность принадлежности, совершенно верно. Ну, смотрите, мы с вами потренировались. Задание не сложное. И при этом вы можете также проводить, допустим, такую же работу со своими консультантами в своих структурах обучать новичков. Просто какие-то фразы вы подбираете, какие-то аргументы, и человек уже на примерах гораздо быстрее и легче усваивает эту информацию. И обсуждаете. Причем вот обратите внимание, что действительно был такой момент, когда в одной фразе, в одном аргументе было несколько потребностей. То есть там звучало сразу, закрывалось одной фразой несколько потребностей. Но это так и есть. Они очень часто работают с комплексами. Теперь давайте еще посмотрим на несколько возражений, на примере чая, необычайной мечты. Потому что, почему чай я делаю, потому что продукт непростой, с одной стороны. Вроде все понятно, чай. Вроде все понятно, лотерея. Но с другой стороны, вот знаете, кто научится, кто будет здорово продавать этот продукт, того, ну, я не знаю, там ждут такие горизонты, такие великие достижения. Вот просто вы сами себе поразитесь и сами собой восхититесь, когда достигнете вот этих результатов. Но это так и есть. Это так и есть. Потому что это вот такая, знаете, работа на вызове. Вот действительно продать себе эту идею и убедить другим в том, почему это классно. Итак, возражение. Какое может быть? Да, чай у нас хороший, качественный. И стоит, ну, прямо скажем, немало. Нормально он так стоит. И человек может говорить, для меня это дорого. И что вы говорите? Понимаю, на первый взгляд может показаться, что это именно так. Вот вы уже обратили внимание, что эта фраза повторяется несколько раз. И специально это сделала, потому что есть универсальные фразы, которые работают практически, там, я не знаю, в 90% случаев. И поэтому скрипты какие-то, это не так сложно. Там запомнили ключевые несколько фраз, и все, и вокруг них выстраиваете. Вот это вот я хочу, чтобы вам просто полегче было работать. Дальше задаете вопрос. Предлагаю посмотреть с другой стороны. Или вы говорите, предлагаю посмотреть шире. Согласны? И аргументируете. Ведь это не просто чай. Это ваша возможность стать обладателем новенького автомобиля, говорится. Автомобили, особенно новые, постоянно растут в цене. Представьте, вы покупаете несколько упаковок чая, допустим, 3, платите всего на 1200 рублей, получаете прекрасный автомобиль, который стоит несколько миллионов. И переходите к завершению сделки. И говорите, чувствуете, это хорошее предложение. Добавляю парочку упаковок за заказ. Вот эта фраза, кстати, переход к завершению сделки, я вообще ее обожала. Чувствуете, это хорошее предложение. Вот она отлично играет. Почему? Потому что вы обращаетесь к чувствам человека. Когда вы проговорите, чувствуете, это хорошее предложение. Человек начинает к себе прислушиваться. Вот реально. Но это так работает. Это у нас МЛП. Это я вас учу нейролингвистическому программированию. Но в этом, как я говорила, нет ничего хорошего, плохого. В этом только есть хорошие действия, нужные инструменты для того, чтобы действительно мы легче могли общаться с другими людьми и легче продавать. Идем дальше. И еще. Например, вам человек может сказать, не верю в возможность выиграть, но вот, пожалуйста, Марина, вот оно ваше возражение. Я же знала, что это будет. Я же говорю, возражения конечные. Они ключевые. Итак, возражения. Я никогда ничего не выигрываю. Принятие. Да-да-да, многие так думают. Поэтому даже не дают тебе малюсенького шанса на выигрыш. А что, если в этот раз выигрыш будет ваш? Вы все думали об этом? И так вот прищутывались, смотрели на человек. Может быть, сделали небольшую паузу. И дальше аргументация. Согласитесь, здорово, когда компания дает такой шанс. Осторожничать умеют многие. Воспользоваться шансом пойти на риск, особенно не каждый. Но именно здесь скрывается секрет больших доходов. Ваши новые статусы. Крепкий бизнес. Вот аргументация, она к чему относится? Она знаете, к чему? Она немножко такая провокационная. Она относится к тому, чтобы человек захотел почувствовать потребность признаний, усиливать эту потребность признаний в партнерстве, еще и в безопасности. Потому что крепкий бизнес – это про безопасность. А то, что осторожничать могут многие, а воспользоваться шансом далеко не все, только единицы, значит, он такой, он крутой, этот человек. И реально, вот знаете, когда вы покупаете такие, может быть, идете в такую историю, когда покупаете чай, и действительно промо-код вы регистрируете, но выигрыш не гарантирован. Но вы инвестируете в свое будущее. Во что? Вы можете выиграть. Потому что бизнес – это всегда достаточно рискованное предприятие. Ну, не бывает гарантированной прибыли, всегда нужны какие-то усилия, могут возникать форс-мажоры. И в то же время вы принимаете эти условия игры, которые называются бизнес, и вы становитесь другими, вот реально. И дальше вы переходите к завершению сделки. Вы говорите, как вам это? В одну упаковку или возьмите две? Больше упаковок, больше промо-кодов, больше шансов на выигрыш. Вот, все, вы туда человека двигаете еще дополнительно, да? Еще одно есть такое возражение, ну, против него, казалось бы, сложно работать. Я вообще не пью чай. Вот человек говорит, я не пью чай, я там пью чай, воду, чай, не пью. И вы ему отвечаете. Принимаете опять, да, и говорите, согласен, на вкусах и спорят. Вопрос, хотите поделюсь секретом, вообще в чем здесь фишка? И сдаете аргумент. Вам нужен только промо-код, чтобы выиграть автомобиль и другие отличные призы. Кстати, первый розыгрыш пройдет уже 15 марта. И потом все зарегистрированные промо-коды будут принимать участие в других розыгрышах. А чай вы можете подарить кому-то из ваших близких или друзей. У него приятный, отлежащий вкус. Он хорош и в холод, и в жару. Особенно после баньки. Кстати, баня увлекается очень много. Поэтому этот аргумент прям может лечь и замечательно. И переходите к завершению сделки опять же. Улавливаете идею. Вам одну упаковку или сразу парочку? И опять вот, ну это просто вот сразу она повторяется. Больше упаковок, больше промо-кодов, больше шансов на выигрыш. Вот что вы делаете? Вы продаете практически не чай. Вы продаете возможность. Вы продаете тот автомобиль, который находится в этом чае. Вы продаете те доллары, которые находятся в этом чае. Кстати, напоминаю, что розыгрыш состоится 15 марта. И реальные будут разыгрываться доллары. Не эквивалентом, долларом, в рублях и так далее. А именно доллары. Сумма в долларах. И то же самое будет на празднике компании. На дне рождения компании. Так что компания является гарантом. Вот тех обязательств, которые она дает своим консультантам. И все это так и будет. Да, что мы делаем. Отлично. Что делаете? Ну что, двигаемся дальше. У нас осталось совсем немного. Дополнительные аргументы, какие еще могут быть по чаю. Например, на автомобиль. Хорошо. Вы еще можете к вашим ответам на возражения, к аргументам добавлять, что покупая, продавая чай, необычая ее мечты, вы поддерживаете идею самой компании дать консультантам возможность выиграть отличные призы. Вы проявляете себя как верный партнер, готовый подхватывать важное начинание. А это уже прямой путь к тому, чтобы стать настоящим лидером. Вот быть в этом партнерстве. Потому что если вы не будете, ну это уже я добавляю, подхватывать такие идеи, ну просто розыгрышей не будет. Потому что если они не нужны, зачем их делать, зачем компании вкладываться в это. Согласитесь, да? Все-таки это бизнес. И еще один такой хороший аргумент, это покупая чай, вы вносите свой вклад как благотворитель. Потому что 25 рублей с каждой упаковки чая пойдут на обустройство игровых комнат для детей, которые проходят лечение в больнице. Согласитесь, что это важно? Вот такие аргументы, они действительно работают. Вот еще важно, как вы их расскажете, как вы будете их подавать. Отрепетируйте. Где-то добавьте душевности, где-то добавьте энергии. Но всегда, всегда, всегда верьте в то, что вы говорите. Вот, кстати, про то, что это очень важно. Я хочу привести такой аргумент из примера из моей жизни. Была такая ситуация, мы как-то поздравляли в одной компании мужчин с 23 февраля. Я отвечала за подарки, и мы им купили какие-то небольшие игрушки, подарки, мелочевку какую-то. И одному человеку я купила игрушку Человек-паук, как мне казалось. На самом деле это был кто-то другой. Там Супермен, например. Но в момент говорения я была настолько уверена, что это Человек-паук. Человек-паук, что я рассказываю и убеждаю мужчину, которому я это дарю. Да, он у нас был IT-посадик, говорит, это Человек-паук, я ему расписываю, почему и как. И он смотрит на эту игрушку, я вижу, что у него в глазах такое непонимание, потому что на несколько секунд или минут я его убедила в том, что действительно Человек-паук. Он не поверил своим глазам. Поэтому ваша убежденность в правоте, в то, что вы верите в продукты, в компанию, они работают гораздо сильнее, чем просто слова выученные, вызубренные и рассказанные. Вот поэтому верьте в то, что вы говорите. Ну что, у нас остается немного времени, и мы с вами подводим итоги. Первое, что важно учитывать, еще раз хочу проговорить при работе с возражениями, это понять, что с одной стороны, вроде бы, это самый сложный этап, но с другой стороны, если действовать по технологии, то можно быстро достичь хороших результатов. Технология – это вот по шагам раз, два, три, четыре, или один, два, три, четыре, как угодно. И вы действуете, и получаете этот результат, он становится прогнозируемым. Дальше. К возражениям нужно готовиться. Ну, не бывает, знаете, каких-то сказочных историй. Сказку нужно готовить и создавать своими руками, как говорил Грей в «Алых парусах». Да, вот берете и прям создаете эту сказку сами. Поэтому составляйте список возражений. Они конечны, они ограничены, их не так много. Готовьте аргументы, исходя из потребностей и ценностей покупателей. То есть вы, когда говорите с точки зрения заботы, любви, вот это очень важные аргументы, которые могут людей убедить. И чтобы подготовить аргументы, вы просто задайте себе такой простой вопрос. Я на тренингах обычно на живых делаю такое упражнение, когда люди развиваются в группы, я говорю, давайте посмотрим, а чего люди хотят и чего боятся. Это, кстати, вот для тех, кто будет проводить обучение у себя в структурах, вот действительно для того, чтобы вы вывели людей на понимание, как работают потребности, вы просто можете дать это задание. Оно очень легко заходит, и вы увидите, что люди пишут про одно и то же. Действительно быть обманутыми, боятся и хотят качество получить, ну и так далее, да, там хотят быть значимыми. И это работает очень четко. Это, ну, вот прям это закон. И еще один важный момент. Вам важно суметь принять возражения как факт и полюбить их. Вот просто они есть. Вот вы просто их принимаете. Да, они существуют. Но они источник возможностей, и вы это тоже принимаете. И тогда, когда вы полюбите их, вам будет с ними работать гораздо легче. Ну, потому что, когда мы что-то любим, тогда, ну, это не вызывает у нас труда. Мы любим домашних животных, и нам несложно вставать в 6 утра и гулять с ними, да. Мы любим детей, и тогда нам несложно о них заботиться. Мы любим своих родителей, и нам тоже несложно доставлять им удовольствие. Или мы любим, там, вязание, и нам несложно вязать какие-то потрясающие вещи. Мы любим бизнес, и нам несложно заниматься этим бизнесом, выстраивать свою структуру. Вот любовь, она все спасает. Вот она помогает. Она подсвечивает, она освещает наш мир и жизнь. Поэтому любите, любите, пожалуйста, возражения, любите то, что вы делаете. Это такие важные моменты, потому что это великая ценность. Еще что хотела бы сделать, да. Вот смотрите, у нас есть на сайте, у нас, кстати, следующий вебинар, я сразу там перескочу, будет про личный кабинет. Я когда сегодня тоже пыталась найти материал, я поняла, что бывает это не так легко, да, что это нужен, это прям такой серьезный квест. Ага, подучусь. Слушайте, здорово, Галина, спасибо, здорово. И вот ссылка на материалы по работе с возражениями. Вот они реально, они у нас есть, они существуют, поэтому обращайтесь к ним, ищите их, слайды будут, и ссылки мы вам тоже пришлем. Та же самая вся электронная почта для вопросов, если они у вас будут. И у нас еще, скорее всего, будет продолжение этого вебинара «Магия продаж», да, потому что не все темы мы затронули, и еще мы будем, конечно, разбирать там ряд вопросов, которые важно затронуть для того, чтобы вы могли себя усилить, и вас можно было поддержать. Может быть, вопросы какие-то есть, то, пожалуйста, вы можете задать их. Ой, приятно так читать такие отзывы. Спасибо большое, друзья, спасибо вам большое. Вы знаете, вот прям берите, я не знаю, этот вебинар, можете использовать в своих структурах, проводите обучение с новичками, чтобы действительно все были в таком, в одном, как это модно говорить, информационном пространстве. Ну что, давайте тогда прощаться постепенно, желаю вам высоких продаж, бодрости духа, заниматься любимым делом, вообще в сердце растить любовь, обожать эту жизнь, обожать близких и наслаждаться каждым мгновением. Большой вам удачи, больших вам успехов, высоких результатов, новых статусов. Ну что, всего доброго и до новых встреч. Ну что, друзья, я отключаюсь.